Привет! В эфире программа Точка.ру. Программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских и инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе ваши самые свежие фото с Волга-фест. День инноваций в Самаре. Кто готов стать катмонавтом? Что заменит классный журнал? Снег в первый день лета, собака-леса – все это и многое другое прямо сейчас. Волга-фест В этом только инстаграме за два дня появилось почти три тысячи записей с этим хэштегом. Вконтакте поиск выдал мне тысячу постов. Я, вероятно, вас расстрою, но все четыре тысячи ваших волшебных снимков и видеороликов мы сейчас смотреть не будем. Набирайте в соцсетях хэштег «Волга-фест» и любуйтесь на здоровье. Смотрим самые популярные записи и ищем себя. Кстати, отличный выдался фестиваль. Волга-фестиваль Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Веревших маму в парк привезла семейная пара, и скоро каждый из них найдет свой новый дом. Маленькая косуля Жасмин тоже осталась сиротой в совсем юном возрасте. Она составит прекрасную пару, проживающему на территории парка самцу косули по кличке Деник. Черный коршун с задатками трагического актера, еще один новичок приюта для диких животных. И герой недели, о нем в Самаре говорили все. Чем же удивил коршун своих спасителей, читайте в группе. Кстати, недавно шикарные фотографии Самарской Луки попали в одну из крупнейших российских групп. Сделано у нас, есть чем гордиться. Авторы записи призывают всех путешествовать по России. И особое внимание уделить красотам Жигулевских гор и Самарской Луки. В Самаре может появиться парк дружбы народов с национальной деревней. Презентационное видео появилось в сети на минувшей неделе. В парке собираются проводить экскурсии, концерты, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали. Весь комплекс займет более 12 гектаров. В планах масштабное строительство национальной деревни, где можно будет познакомиться со всеми национальностями, проживающими в регионе. Эта новость заслуживает самый большой самарский лайк. В конце лета в Самаре пройдет первый по-волжски фестиваль гик-культуры «Котмонавт». Девиз фестиваля – в августе ваши коты улетят в космос. Это мероприятие будет интересно всем тем, кто неравнодушен к компьютерным технологиям, гаджетам, компьютерным играм, науке и фантастике. Обещают даже косплей-дефиле. Кстати, организаторы набирают волонтеров. Дерзайте! Самара принимала второй международный российско-швейцарский форум «День инноваций». Главная задача форума – развитие многостороннего сотрудничества между Швейцарией и Россией в области инноваций. Именно в Самаре планируется открытие российско-швейцарского центра, который позволит двум странам сотрудничать в таких сферах, как экология и переработка промышленных и бытовых отходов, фармацевтика и медицинская техника, а также деятельность малых и средних инновационных компаний. Участниками и гостями форума стали ведущие и инноваторы, ученые, политики, руководители ведущих отраслевых предприятий России и Швейцарии. В скором времени бумажные журналы могут заменить на электронные. Петиция от имени российских учителей размещена на официальном сайте онлайн-представительства президента России. В своем обращении преподаватели призвали полностью отказаться от использования школьных бумажных журналов и обратить особое внимание на электронный вариант оценивания классных заданий. Электронные журналы можно будет применять в работе в любое время и в любом месте. Единственным условием для этого является доступ к сети интернет. Это станет логическим продолжением электронных дневников. Такими дневниками давно и успешно пользуются во многих российских регионах. Самарская область не исключение. Все подробности можно получить на сайте проекта дневник.ру Что интересного можно было наблюдать за эту неделю на просторах интернета? Ну, во-первых, в первый день лета, 1 июня, в ряде российских регионов выпал снег. Удивленные жители Сургута, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Ямбурга и других северных городов поделились фото и эмоциями по этому поводу в соцсетях. Люди хоть и сетуют на снегопады, но в целом стараются с улыбкой относиться к внезапному возвращению зимы. Кто-то даже успел слепить снеговика. А тем временем британские спасатели помогли упавшему на дно водостока лисенку выбраться на свободу. Запись спасательной операции на YouTube посмотрели несколько сотен тысяч человек. Несколько часов кропотливой работы и лисенок уже на поверхности. Спасатели вымыли и высушили малыша, а затем отпустили его на свободу. Все это время рядом со спасателями находилась и взрослая лиса, вместе с которой герой удалился после своего спасения. Еще одна рыжая бестия на этой неделе покорила интернет. Обычная дворняжка по кличке Майя уж очень похожа на лису, но на деле является помесью хаски и померанского шпица. На страницу собаки подписаны более двух тысяч человек, у Майя тысячи комментариев и пользователи сравнивают ее с волшебной лисой. Собака любит плавать, отправляться в походы в горы вместе со своим хозяином и есть бананы. Ну а в самарской сети появилось видео пробок на московском шоссе. Если кто не в курсе, то до конца лета участок от проспекта Кирова до улицы Димитрова перекрыли. Строится новая транспортная развязка. Видео на YouTube загрузил блогер Александр Корягин. Он известен тем, что снимает Самару с высоты птичьего полета. На ролике видно, как автомобилисты объезжают масштабную стройку. Комментарии самые разные. Люди пишут буквально следующее. Зато какая крутая трасса будет, потерпите. И, например, все пересаживаемся летом на велосипеды. Один мой знакомый вместо Wi-Fi обзавелся читательским билетом. Забавно, правда? Помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok